И число въездных посетителей должно вырасти до 9 миллионов, а внутренних туристов до 8 миллионов человек. Об этом заявил президент страны Хасым Жомар Токаев на туристическом форуме Ул-Атау-2019. На полях форума работает наш корреспондент Юлана Чаус. Юлана, ждем подробностей. Да, добрый день, Растан. Сегодня проходила конференция под названием «Историко-культурное наследие Казахстана. Как оно может помочь в развитии туризма». И само название говорит о том, что главной темой этой конференции стало обсуждение так называемого «зеленого туризма». Эксперты говорят, что наиболее перспективным в развитии для Казахстана является экотуризм, этнотуризм и путешествие по сакральным местам. И вот тут, конечно, на первый план выходит историко-культурное наследие, как материальное, так и нематериальное. Потому сейчас как можно глубже необходимо его изучать и как можно шире пропагандировать. Тем более, что перед туристической сферой стоят очень амбициозные задачи. Уже к 2025 году отрасль должна занять 6% от ВВП страны. Цифра очень приличная. И вот как с этой задачей намерено справляться ведомство, мы спросили у министра культуры и спорта. Давайте послушаем, что сказала госпожа министр. «Мы сейчас должны сделать очень много мер для того, чтобы и построить инфраструктуру, доступность повысить как к культурным объектам, так и к историко-культурным памятникам и тем местам, которые могут вызвать и вызывают огромный интерес. Также сверх этого сейчас мы прорабатываем ряд мер. Это налоговые преференции, это субсидирование, это ребейт, как принято во всех странах, которые сделали значительное развитие в туристической области». Сейчас практически для каждого сакрального места страны разрабатываются специальные индивидуальные программы развития и концепции. Ну вот концепция, к примеру, Улытау звучит следующим образом. Улытау – сердце и центр государственности, потому его должен посетить каждый казах. Ну вот для того, чтобы каждому казаху здесь было интересно и комфортно, нужно сделать еще, конечно, очень и очень немало, а вот интересные бывают такие подводные камни в развитии туризма, совершенно непредсказуемые. Но вот эксперты заметили, что для этого мешает даже знаменитое казахское гостеприимство. Известно, что для казаха гость – это святое, а вот клиенту и туристу он относится уже немножко по-другому, и, в общем, уровень гостеприимства немножечко падает. Ну, в общем, это тоже решаемая проблема. Есть проблема еще очень серьезная с кадрами экскурсоводов. Известно, что от того, насколько экскурсовод сможет интересно и содержательно рассказать о том или ином месте, зависит общее впечатление от путешествия. Но этот вопрос необходимо решать за партой, что называется. Ими нужно менять концепцию обучения молодых специалистов в туристическом деле. Но этим обещают заняться в ближайшее время. С кадрами, по-моему, везде и всегда была проблема. Юлана, а вот как оценивают участники форума возможности увеличения внешнего туристического потока? Ну вот да, если концепция касается все-таки внутреннего больше потока, то иностранные гости – это немножечко другое. И на этом форуме в этом году достаточно много иностранных представителей. Здесь было несколько послов различных стран. И присутствовали больше 40 представителей туристических агентств различных стран. Всего было представлено 17 государств. Это и ближайшие соседи с востока, и с запада, и с севера, и дальнего зарубежья Европы, и Америки. Накануне все они совершили такой джип-тур по самым известным достопримечательностям Улы-Тау. В целом экскурсия им понравилась, но многие замечают, что здешние памятники несколько однообразны. Но это, в общем, не очень большая проблема. Есть мировой опыт решения ее. Так, во многих местах строят исторические реконструкции, такие специальные. Это придает зрелищности и познавательности туризму. У нас тоже в ближайшее время этим займутся и уже занимаются в некоторых местах. Так что, в общем, иностранные турагенты не боятся привозить сюда туристов. И планируют большие достаточно группы сюда привозить. Сегодня же уже было подписано несколько меморандумов о сотрудничестве. И вот один из последних, буквально несколько минут назад подписанный, о том, что здесь, в Улы-Тау, уже на следующий год появится настоящий скаут-лагерь. Ну, это такое ноу-хау. Очень любопытное и перспективное для развития Улы-Тау. Что ж, историко-культурное наследие надо изучать, понимать, развивать и передавать молодому поколению. Спасибо, Юлана. Напомню, Юлана Чаус нас информирует из Карганинской области о туристическом форуме Улы-Тау-2019.